Следующий удар принял уже из Пенсионного фонда России, где объявили, какие трудовые периоды нашего стажа больше не будут учитываться при назначении пенсии. К таким периодам теперь относятся очное обучение в вузах, служба в армии, уход за ребенком до полутора лет, временная нетрудоспособность, уход за инвалидом первой группы или ребенком-инвалидом пожилыми от 80 лет, получение пособия по безработице и период обустройства в процессе переезда в другой регион с целью осуществления трудовой деятельности. Вот такие чиновничьи формулировки. Вот все эти позиции были узаконены в советские годы. Они учитывались даже в лихие 90-е. А нынче в ситуации так называемой стабильности, о которой нам вещают с голубых экранов и высоких трибун, когда государство захлебывается о денег, они отменяются. Самая настоящая подстава. Подстава номер пять. Считаем. Первой была так называемая заморозка накопительной части наших будущих пенсий. Тогда у нас украли более трех триллионов и сделали вид, что так и должно быть. И никто не собирается нам возвращать эти деньги. Вторая подстава о повышении пенсионного возраста. Про это я буду молчать. Вы сами знаете, о чем идет речь. Третья. Позорная отмена индексации пенсии работающим старикам и инвалидам. Четвертая подстава нашего государства. ИПК, который превратился в ГПП, гарантированный пенсионный продукт. Чиновники до сих пор не решаются его презентовать широкой публике, потому что точно знают, проект уже провалился. Кто поверит и доверит шулерам свои пенсионные накопления в очередной раз? И вот вам подстава номер пять. Окончательная ликвидация самого понятия социальное государство и лишение миллионов граждан целых периодов трудовой жизни. Как можно лишить трудового стажа мать, которая родила и воспитывает свой ребенка? Или пацана, который не отмазывался, а служил своей родине? Кому пришло в голову лишать стажа человека, ухаживающего за своими пожилыми родителями? За ребенком-инвалидом? Господа чиновники, вы сошли с ума? Вы провоцируете социальный взрыв в стране, чтобы после сбежать на столь любимый вами Запад? А вы уверены, что все успеете? Чего вы добиваетесь? Ваша стабильность в кавычках и так уже превратила Россию в вымирающую страну. Остановитесь. На горе и отчаянии людей счастье точно не построишь. Это Сухой Остаток на Царьграде. Меня зовут Юрий Пронько. До завтра. Сухой Остаток на Царьграде. Продолжение следует...